ну вот мы посушились расчесались это моя девчоночка девочка йорк николь в окрасе шоколадный мир очень красивый окрас красотулечка мне она очень нравится очень я ее люблю вот такая девчоночка вот немножечко осталось я прям не высушила правда до невозможности там да вот мы дома пока не выходим на улицу на улице прошел дождик не как дождик как просто вот он и сколько дождик а вернее сколько он просто намочил нам траву обычно когда дождь то я стараюсь прикрыть калиточку туда на общую полянку потому что там трава и все-таки еще не совсем прям аж все высохло поэтому там было мокро видела я это уже после того как девочки побежали вернулись за мамой сообщили что там мокро но об этом можно было не сообщать поэтому увидела сама особенно глория красотка девочка маленькая по глория щеночек поэтому и все интересно она бежит на пролом и все нужно более старшие собачки они конечно да если где-то мокро грязно они могут туда не пойти остановится ну а горе она у нас это девочка огонь любопытное все ей нужно конечно же она познает мир поэтому убежала туда ну и пришла тоже такой красоткой но наша красотулечка николь уже девочка взрослая ну вот тоже такая же пришла наверно они вместе там подружаньками были и побежали на траву где ну в общем было мокро показывала какие они красоточки были так мой день мое утро пошло немножко по-другому то есть мои планы нарушились вот этими красоточками да моя золотая девочка пришлось покупать девчоночек ну покупала уже шестерых собачек ну на самом деле ерки купаются быстро быстро так девчонки дома все возмущаются да дала им вкусняшки все что там остались у меня ну давай им трахейку ну дабы чтобы их немножечко отвлечь ну потому что мокро мне совсем не хочется снова выпускать туалет сходили этого достаточно но чтобы они не скучали я дала вкусняшки вкусняшки у нас еще сушится это вчера до поздние ночи очень позднее я разделала 15 килограмм желудка то есть такие пластиночки пошли сушиться еще партия там в холодильнике ожидает потому что она много получилось достаточно очень хорошо я очень рада вот и будем ну вот коротать наши денечки пока вот вот здесь к обеду я думаю немножко распогодится и подсохнет вот ну и они немножечко дома погодит поэтому все завязываем бантик взрослым собачкам я завязываю бантики они как таковой нет не трогают бывают у них очень такие прям активные игры бантик может быть где-нибудь сбоку ну ничего страшного перевязали все но главное чтобы его никто не съел то что там он свалился и такое дело бывает что у меня там полный карман бантиков могу по находить где-то на полянке вот сразу не найду а потом они где-то появляются этому ничего страшного ну взрослые собачки нормально к этому относятся них не трогают николюшка у нас девочка взрослая ну если кто помнит у николь я купила уже в девять месяцев когда не было я в принципе и искала девочку постарше потому что мне хотелось видеть и размер и окрас и все 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 я люблю собачек постарше поэтому всегда говорю что кто хочет действительно увидеть уже собачку такую какая она будет всю вашу жизнь во взрослом возрасте тогда нужно брать собачку постарше никто слышите меня никто никогда не скажет вам какой будет вес у собачки какой будет точный окрас все предположительно это природа это генетика это ну тут сказать точно невозможно поэтому когда вам говорят что ваш собачка будет весить полтора килограмма это стопроцентно когда вы берете собачку в два месяца или в три что я не рекомендую в два месяца вообще брать потому что собачка должна быть полностью привита пройден карантин тогда безопасно собачка едет новый дом и можно уже с ней гулять в общем то и наслаждаться если вы берете собачку до трех месяцев до полной вакцинации ну тогда строгий строгий очень строгий не надо этим пренебрегать строгий карантин до полной вакцинации карантина это не смешно это очень серьезно нужно об этом помнить поэтому если вы уж коль так приобрели собачку хотя хороший заводчик не до своего щенка то есть особенно если он где-то едет то есть отправляем там доставкой курьером ни в коем случае вот только вот полностью поэтому можно собачку обязательно взять привитой но это выбор за каждым а если собачка постарше такой что там зацепилась то вы реально видите уже какой размерчик какой окрас и все 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 ну многие говорят там она привыкла или не привыкнет да у никольки было совершенно другое имя мы ей сразу дали другое имя то бишь николь и у нас все чудесно все замечательно она знает что на николь она влилась наш коллектив ровно через сутки вот просто через сутки день никакого труда вообще не создавала а почему я хочу сказать а потому что любовь ласка забота внимание новой собачки и все прекрасно все чудесно да моя хорошая такая красотулечка повела появилась у нас и мы очень рады мы очень ее любим и все наши собачки и она очень хорошо относится к остальным собакам поэтому ну конечно дело и решение за каждым но вообще проблем нет вот нет не потому что я там просто говорю болтаю потому что я знаю да нам сейчас приехала еще девочка шпиц который четыре года ей понадобилось двое с половиной суток для того чтобы привыкнуть все девочка также влилась она прекрасно знает всех знает свое имя откликается знает всю нашу семью поэтому вообще вопросов никаких не было ну с адаптацией там со стеснением с каким-то там боязнь вообще никаких то есть все зависит от вас ребят все зависит от вас вы должны просто собачки уделить внимание лишний раз погладить поговорить вообще вот этих красотулечек да мы хорошие просто любовь забота и ласка это все все что требуется от вас это требуется каждому животному неважно кто это же наши прекрасные существа которые дарят нам любовь заботу ой умиротворение позитив прекрасное настроение вот бежит вот это вот чудо с этими красивыми глазками встречая тебя просто потому что ты есть ты человек которого они любят просто так не за что а просто так потому что ты их есть и погладишься вот так вот заботишься вкусняшечку конечно принесешь вот и все да мы же это все дорогие друзья болтать я могу бесконечно нужно дальше эти работы это вот мое такое место которое я всегда каждый день здесь в доме заплетаю умываю протираю смотрю ушки где-то кому-то подстричь нужно что-то в общем надо подкорректировать мои собачки знают это место никто не спрыгивает конечно я за этим слежу ну в общем как бы вот так знают что отсюда не 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 пока мама не разрешила да николешка вот такая теперь николешка красотулечка побежит играться все дорогие друзья а кого интересуют наши детки вот эти красотульки лопатульки пожалуйста обращайтесь вайбер ватсап телеграм телефончик под видео много очень видео разных есть у меня на канале если кого-то заинтересовал кто-то из моих щеночков у каждого есть свое имя пожалуйста интересуетесь личное сообщение любую точку мира мы очень постараемся передать наше счастье ваш дом чтобы у вас было такое же счастье как у нас всегда разговариваем общаемся находим общий язык быстренькую какую-то доставочку легенькую по времени по финансам ну по всему по всему общаемся с вами потому что мы умеем разговаривать да и вот это чудо прекрасное приедет к вам и будет радовать вас долгие долгие годы так что все мы пошли дальше остальных заплетать умывать да потому что работки маме то добавили добавили скажите мы не виноваты да это погода такая но ничего плохой погоды не бывает всякая погода благодать и у нас в доме прекрасная погода но всех вас любим ценю ждем снова у нас на канале всем всего доброго всего самого-самого наилучшего пока пока